МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Елена Петровна. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, как началась ваша творческая карьера, и когда вы вообще поняли, что хотите быть актрисой? Творческая карьера началась в Саратове, в театральном училище имени Слонова. И приехала я в Рязань в 1965 году по распределению. Дали сюда письмо, и по письму я приехала раньше, чем положено. Мы заканчивали экзамены в июне, а в мае я уже была здесь, в начале мая, потому что нужно было ехать на гастроли, и меня попросили приехать пораньше. Мне пришлось два экзамена сдавать экстерном. Актрисой я никогда в детстве не мечтала. Я думала быть дрессировщицей, сорсменкой, потом позже переводчицей, потому что английский язык шел хорошо. Ну, а со временем получилось не так. Шла по улице, увидела объявление, написано прием, в театральном училище, прочитать стихи, басень, прозу. Ну, что-то как-то подумала себя попробовать. Забрала документы из университета, где я поступала на политехнический институт, на теплоэнергетический факультет, забрала документы. И пришла в театральный, сдала документы. А девушка мне говорит, зачем вы забираете документы, вы же можете обратно не попасть. Я говорю, ну, если я не пройду, я к вам приду. Она такой вас возьмет. Все. Ну, я думаю, ну, если не пройду, я пойду на вечернее отделение. И прошло сразу. И все получилось. С Олегом Янковским мы учились на одном курсе, в одной группе. Так что вот в этом году, ой, стыдно сказать цифру, юбилей, 50 лет моей творческой деятельности. А вы помните вашу первую роль? Да. «Чужая женщина» спектакль назывался. Роль Кати. Центральная роль. Прямо сразу меня ввели на нее, и мы поехали в Днепропетровск на гастроли сразу. В мае. А что это была за роль? Вам было сложно в ней работать? Нет, не сложно, потому что там тоже молодая девушка. Я тоже была молоденькая совсем девчонка, когда пришла сюда. Естественно, роль на меня легла, как говорится. Мы с режиссером ее поработали. Ну, раза три, наверное, у нас были репетиции. И все. И пошла в работу. А потом дальше были работы. Очень много всяких разных работ, разных авторов. Разные пьесы, разные роли. Это было, конечно, интересно, очень интересно. Наша профессия хороша тем, что мы можем все быть. И врачами, и геологами, и летчицами. Кем угодно. И артистками то же самое. Интересная работа, конечно. И работу свою очень люблю. И даже не представляю, как я буду из нее, если вдруг что-то как-то... Как? Да никак. А вот за все это время есть какой-то спектакль, какая-то роль, которая вам больше всего запомнилась? За последнее время именно у нас был на малой сцене спектакль прошлым летом в Чулимске. Вот. И вот там я играла на малой сцене у нас в театре. У нас сделали в театре малую сцену. Красивую, настоящую. Где раньше был репзал. Вот эта роль мне запомнилась. Ну, а дальше пока тишина. Пока ничего такого. Предложений не поступает. С возрастом ведь на нас мало пишут пьесы. На молодых в основном. Правильно? На молодых. А мы как-то немножко так в тени. Но ничего. Но тем не менее иногда приходишь на спектакль только для того, чтобы посмотреть на актера какой-то второстепенной роли, но очень яркого. Вот такие яркие именно второстепенные роли у вас были? Ну, она не совсем главная, скажем. Но одна из главных ролей в спектакле вот ставила Урсула Шульгина. Он назывался «Наливные яблочки» по пьесе. А так он назывался «Правда хорошо, а счастье лучше». Там очень хорошая роль. Но она считается ролью как второго плана, потому что у молодых в основном роли. У молодых. Ну, вы там сыграли такую... Ну, она мне очень нравится. Да, я смотрела, ходила на этот спектакль, с удовольствием смотрела. Я вот всегда поражалась актером, когда, наверное, входит в театр, ему за порогом нужно оставлять все. Его сегодняшнее настроение, какие-то переживания, волнения. Ведь это же очень сложно. Конечно, сложно. Мы же все живые люди. У актеров тоже есть и душа, и сердце, и мысли, которые мешают работе, допустим. Все надо оставлять. Иначе я не буду тем, кого играю. Ну, как я смогу работать, если я буду думать о чем-то одном и работать там, где мне положено быть в данный момент? Конечно, нужно от всего отрешиться. Да, трудно, конечно. Иногда и слезы души, это хочется. Сыграть роль хорошо, значит, надо смеяться. Хочешь ты или не хочешь. Или наоборот. Плакать не хочешь, а ты плачь. У тебя настроение весеннее, а ты плачь. И не просто так вот вытираешь слезы. Нет, надо, чтобы они текли. Это профессия сложная. Мы же работаем нервами, нервами. Скрипач, он на скрипке работает, у него инструмент скрипка, у нас нервы. А вот когда актер выходит на сцену, вы чувствуете зрителя? И насколько вот эта атмосфера зрительного зала действует на актера, который находится на сцене? Очень, очень, конечно. Мы же говорим, мы живые люди, мы не статуи. Мы выходим в зал и сразу ощущаем, что там за зритель. Он же живет, он дышит, он тоже реагирует. А когда зритель реагирует нам, ну-ка, там дальше что? Там дальше я вас сейчас... Конечно, конечно. Чувствуется, очень чувствуется. А вот за время вашей работы в театре зритель меняется? Да. Вы ощущаете это изменение? А каким образом? Зритель бывает не только со временем разный, но и с каждым спектаклем разный. Вот приходят сегодня, допустим, школы, младший класс, старшие классы. Ну, серьезный спектакль, на Островском, на того же. И начинается ходьба, гур-гур-гур-гур, ха-ха-ха-ха, телефоны пим-пим-пим, понимаете? Это слышно сразу, и мы это все ощущаем. Хотя мы вживаемся в роль, мы на сцене, нам, казалось бы, до фени все это делали. Нет, ощущается. А иной раз на этот спектакль приходят другие зрители. Те же институты, школы, но какие-то другие. Вот вам время одно, а зритель другой. И спектакль у нас как-то вот тащишь его. Думают, ну вот никак он не пробьет зрителя. А в другой раз наслаждаешься зрителем. Конечно. Да, зрители бывают разные. А новые поколения актеров, те молодые, кто приходят к вам, как с ними вам работают? Ой, замечательно. Очень легко. Я вообще с ними люблю работать. Я в сказках много работаю. Там тоже молодые все сказки. Вот сейчас в Котеле Апольде мы в Москву только что съездили, привозили там, два спектакля играли. В историко-этнографическом театре. И там работает молодежь. Ну, и я тоже с ними. Так что, ой, с молодежью очень легко и очень интересно. Потому что много чего-то они не умеют. Они прислушиваются, интересуются, смотрят. Ну, не все, конечно. Некоторые как-то пим-пим-пим, телефон сидят, играют за кулисами. Да, это бывает. Но все равно. С ними интересно. Ну, с вашей точки зрения, вот тот театр, который был, когда вы только пришли туда работать, и то, что есть сейчас, разница большая в репертуаре, ну, не знаю, в каких-то внутренних ощущениях? Да, конечно. Репертуар меняется, люди меняются, страна меняется, время меняется, и театр меняется. Ощущается очень. Где-то не так, как бы, серьезно, что ли, относятся к работе уже. Ну, как-то так. Немножко спустя рукава. Хотя некоторые стараются. И у них получается. Но не у всех. Ну, это, наверное, как всегда и как везде. Да, наверное, наверное. Ирина Петровна, мы поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Спасибо. Мы желаем вам здоровья, успехов. И очень надеемся, что еще долгие годы будем видеть вас на сцене нашего Брязанского театра. Огромное вам спасибо. И вас с праздником. Здоровья вам и удачи во всех ваших делах. Спасибо. Ну, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова